так Александр выбор интересно на что примет эта вещь я не узнаю пользу от подвоя посмотрим на что привито это вишня вот это вишня конечно побелили чтоб быстрее сдохла она что привито да что ненавижу это точно но что еще может привито вишня на сливу алычу тернтер на сливу учет из этого извините не моё это это выходит за пределы моих знаний так пошли дальше вот я выскочил так 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 только писем пишет и пишет так короче и выпарки не знали я тоже не узнал про морозостойки мингаль видимо это миндаль степной бобовник да это кустарник с тонкими стволиками да это правда кустарник в общем для меня миндаль это вообще где-то за пределами интереса поэтому я ничего сказать не могу вот пойдем дальше ирина полтавец если вы живете на северном полюсе зачем укрывать сибирские саженцы на зиму гораздо полезнее просто долю сволики сверху вниз корневой шейки полосками утра сила или пленки для защиты от мыши пленка она опасная вещь под ней теплица может раньше времени проснулся вот корневая шейка может сгнить вот понимаете я утросил в общем любая обмотка должна дышать вот а пленка она уже дышать не будет я предложил свой вариант это стеклоткань а остальное уже как 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 жива выше если мыши выживают короток высаживали сто процентов поделал меня так и было короче или бороться с мышами или бороться или не дать им собрать дерево пока она не вырастет вот я еще раз говорю стеклоткань прекрасную вещь белая теклоткань и защита тройная от мыши от солнечной оси от морозов ну тут предлагаются другие варианты ну подумайте пленка есть пленка она не дышит так дальше надежда да бороться кеме да действительно есть у меня в тюмень видела в тюмень растет удерживает мороз до 40 соседки видела миндаль то миндаль вопрос что дальше с него будет зачем он как подвоя или можно польза какая-то от него север карелия ой для меня север карелия это пачи марс вот как хотите пачи марс интересно влияет ли подвоя на вегетативный период приводя вы еще как влияет и наоборот привой влияет то влияет влияние взаимно извините вам отвечать чек которого сказали что что там про меня было сказано ума не нажил ну поверьте это правда в саду есть яблоня у которых подвоя растет ветка индикатор из подвоя индикатор интересное слово потом сделаю на нее прививку на привой лист уже сброшен на ветке подвоя не собирается падать ну нормально живет каждая свою жизнь значит не передается все взяли что сзади нас передают 4 5 поколений делал то что извините и потом понятие передается на другие разные что выводы сразу сделать нельзя увидели листины подвоя приводе сбросил все вывод это нет я сделал тысячи пока какие-то в голове начали складываться какие-то понятия ветка показала что подвоя еще не подготовился и он не собирается подготовиться подвоя обычно имеется в виду что более морозостойкий и более местный как правило подвой он более местный привык как правило эмигрант придет пара сбросит листку не собирается никому прислать еще учтите подвой и привой кто из них более слабый да и какие-то изменения на приспособить только мы должны это помните как извините я все время переходу на людей есть мужчина женщины мужчина мышцы все выживет и женщина рядом выживет так вот как бы мне перезки в дубу перебраться это вот к этому я говорю подвой для того он и он для этого он и подвой чтобы привой к нему приспосабливался повысил морозостойкость и так далее поэтому ничего страшного если подвой живет свою жизнь вот вы написали свою жизнь вот примерно такие у нее соображения так доброго вечера вы как у нас на алтай третий день бабе лето плюс 12 нормально по ночам минус 6 впереди зима хочется верить что а впереди зима хочется верить что она будет и как прошла но готовится на 48 а для этого надо все где-то не колесе деревья и почву тогда вылезла 5 яму вместе с подвоем того же года привыкли с хорошим приростом хорошие черешни на алтай должны вспоминать груши должны расти а черешни нет 48 черешни не выдерживает все дюки выдерживает но дюк это вишни черешни гибрид хоть он будет сеять свой гибрид хоть он будет объективный гибрид после прививки и у нее еще шанс есть и потом вот он уровень снега я вас умоляю не хотите терять деревья низко что там бывают то что ненавидит помните вот это вот страшную картину когда заставили нижней скелетной ветки такой высоте от земли вот такие ветки заставила это самое выпуснился теми ряджики заставила отрезать это и есть основа основ нижней скелетной ветки да у вас сейчас снега полно они то никогда не дадут дереву уничтожиться когда-то отмерзли верхние полы да черт бы с ней отрезали вот оно через год но опять такой же и опять все плода почему вот это зачем делать штамп вот как было 60-90 сантиметров если с такой высоты начинается штамп он же весь погибает весь не всегда бывает метр снег чтобы прикрыть вот эти ветки девяносто один метр я ничего не понимаю чем они думают а вот эти вот специалисты так называем хорошо что был я один да кто тут написал то галина у нас теперь двое представляете вы пришли в ужас я пришел в ужас хотя мы сейчас говорим про алтай алтай это благодатнейшее место но если уж случилось минус 48 да пусть пол дерева под снегом-то отсидится то да и холм нужен обязательно иначе даже груши обрекоз сопреет просто даже на ровном месте сопревает холм нужен и все равно над холмом должно быть столько снега чтобы нижний ярус а лучше два яруса все равно под снегом оказали и тогда ничего ему не сделается вот так зачем остановились у нас на алтай третий день бали лето так хочется верить что не будет будем верить вымерзла 5 яблок в месяц по двоям для этого надо еще постараться алексей тут куча вопросов откуда яблоки откуда подвой что за подвой как было посажено а тут вы пишете груша череша выглядит парень снега 2000 терпимо мая этого года снова все попало под сильный возврат и заморок но все же отрасли очень сильно жаль будет но потерять все что выше снега это уже не ваш это природа зависит и от подвоя товаров колодина миндаль степной расползается как малина поэтому персик лучше привать на лишнюю китайскую волчку так лишнюю волчку ну я привал не лучший вариант у меня на китайскую слева лучше на прикосы манджилский еще лучше спасибо косточке абрикосы пришли сегодня благодарю большое спасибо завтра хотим посадить землю подскажите как правильно посадить чтобы не заглубить косточку врачи даже им понятно как не заглубить косточкой вы знаете вот пожалуйста посмотрите даже дети уже чего-то научили смотреть сюда вот это сейчас я лишнего беру сейчас расползлось постевая книга официальный сайт яндекс вот яндекс тербовка вот эту подлость представляете это все придумано чтобы уничтожать деревья вы понимаете это я просто не смог лишний раз не пнуть вот это сволочной способ не люди хорошие они просто не ведут что творят вот это вот эти вот люди как не ведут что творят они хорошие люди ну и так научили знаете вот это взять вот так вот да за что за что я уже не говорю зачем я за что дерево то за что и ладно это я просто прежде чем стереть а теперь теперь смотрите вот сейчас сейчас вот теперь смотрите внимательно что я хотел вам показать про еще одна как не обрезать еще учить буду клада вы сейчас про другое про другое сейчас смотрите сейчас на музычку вот стоило выскочить а вот тут мы были сейчас секунду еще раз как правильно посадить чтобы не загубить вот смотрите вот здесь у меня готовый ответ вот здесь вот это мой канал с удовольствием только найдите его или подпишитесь на него видите вот так смотрим и вот здесь вот я самый последний если написать одна единственная школа в россии и вот здесь вот есть моя посадка вот она моя посадка так сейчас реклама кончится куда без неё и вот сейчас я в нескольких местах покажу я не буду все показывать потому что это долго пожалуйста найдите вот это мои еще раз это мои эти самые вот здесь вот вот так вот если посмотреть с удовольствием пожалею домой канал и вот здесь все что самое ценное это тут смотрим сюда видите вот это вы спросили как садить вы получили косточку это все вы просто посмотрите сами отдельно вот это вся толпа работает школьники по моему методу внимание сейчас увидите посмотрите видите смотрите внимательно посмотрели смотрите сейчас ребенок возьмет смотрите они уже прошли видите это будет сертификация но вероятность сходов практически сто процентов видели ничего не выдумал хотите еще крупнее пожалуйста вот и все чем целую лекцию читать вот я научил сразу сотню детей вот так вот а теперь возвращаемся обратно и читаем дальше каждый раз как вылезу так потом виду как вылезу это я такой так ладно сейчас найдем а вот она и так что получается вы спросили что делать с и каждый раз я добросовестно высылает еще семь роликов я понимаю что вы видели что ролики пришли на них не открывать иначе вы это как правильно посадить вы дорожите ими а посмотреть фильм его не стали а я ни одного из чека не пропустил чтобы не высадить как я сажаю как я ссоцирую но крайний случай вот этот самый с удовольствием по железу подписывайтесь на канал найти его можете найдете надеюсь и так далее так а здесь представляете она что сейчас рассказывать с нуля да еще без фотографии а там готовый фильм